Привет, друзья! Сегодня мы с вами будем рисовать вкусный завтрак, тост с авокадо и яичницей, маркерами скетчмаркерс. Как обычно, нам нужно нарисовать с вами предварительный рисунок карандашом. Начинаем нашу композицию с размещения объектов. На экране вы можете видеть с правой стороны мы будем рисовать и авокадо, и яичницу. Я размещу авокадо слева, а яичница будет находиться справа. Рисуем простым карандашом, чтобы в любой момент у нас была возможность с вами что-то поправить, стереть. Не бойтесь лишних линий, все равно потом все будем обводить линером. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Когда предварительный рисунок готов, обводим все линером и выделяем только одну правильную линию. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Наш контур готов, можем приступать и раскрашивать маркерами. Я начну свой скетч с авокадо, и как вы все знаете, мы начинаем рисунок с самых светлых оттенков маркеров. В данном случае это G55, буду им прокрашивать желтые вот эти участки авокадо, и чтобы работа шла быстрее, я буду использовать толстый наконечник под названием «Долото». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Края у авокадо темнее, чем сердцевинка, поэтому нам нужно с вами немножко затемнить краешки. Берем следующий маркер. Не забывайте, чтобы добиться плавных градиентов, нам необходимо смешивать два цвета вместе, то есть работали светлым, потом положили темный маркер, и чтобы растушевать эту границу между светлым и темным, возвращаемся к предыдущему светлому маркеру. Продолжение следует... Так постепенно добавляем все необходимые оттеночки. Здесь использовано около четырех разных оттенков зеленого цвета. Продолжение следует... 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 Это G30, G30, такой темно-красивый зеленый оттенок под названием Olive Green. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Вторую половинку авокадо делаем в таком же принципу. Начинаем со светлых и постепенно вводим темные оттенки. Добавил субтитры DimaTorzok 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 Ну и теперь приступаем к самой косточке. Косточка у нас очень красивых коричневых таких оттенков. Я опять-таки начинаю с самого светлого, в нашем случае это BR71. Накладываю штрихи по форме, по форме роста этой косточки, чтобы было легче потом закруглить и нарисовать объем. Дальше мы добавим следующий оттеночек, чуть-чуть потемнее с одной стороны. И в этом случае нам необходимо понимать, с какой стороны падает свет. Конечно, всегда необходимо понимать, с какой стороны свет. Это необходимо сделать в самом начале нарисования, но скажу сейчас об этом. В нашем случае свет падает справа верхнего угла, соответственно, с левых нижних частей у нас будут самые темные места. Когда вы работаете с фактурой, не забывайте, что не обязательно все должно быть прилизано, гладко и размыто. Можно спокойно оставлять какую-то фактуру, пятнышки, полосочки. Это добавляет живости рисунку. Продолжение следует... Продолжение следует... Косточку пока оставим, потом мы еще с ней поработаем белой гелевой ручкой и белым пастельным карандашом. А пока приступим к нашему тосту. В тосте мы начнем тоже с вами с авокадо. Здесь работают все те же принципы. Начинаем с самых светлых. Добавляем яркие такие зеленые оттеночки. И не забывайте, опять-таки, растушевывать предыдущим маркером, если вам необходим плавный градиент. Для ярких красивых зеленых цветов я вам очень рекомендую использовать номера G32, G62 и G61. Им прекрасно подходят под цвет авокадо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Наши слайсы из авокадо готовы, давайте теперь приступим к яичнице. Начнем яичницу с самого красивого желтого желтка И опять, да, справа у нас с вами свет падает Поэтому кусочек блика мы оставим вообще белой бумагой Потому что у нас очень яркий такой светлый объект И начинаем с самого-самого светлого желтого В нашем случае используем тот же, который использовали для авокадо Это G55 Следующий оттеночек будет G43 Красивый желтый цвет, его добавляем как основной И вы видите, что на рисунке у нас посыпаны наши яичницы такими Это перец, скорее всего, или может быть перец И поэтому, чтобы оставить их, чтобы потом у нас была возможность Не закрашивайте их желтым цветом Лучше оставить их белыми, чтобы потом ярче они выглядели конечными Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Эти референсы очень хорошо подходят тем, кто хочет отточить свое мастерство В передаче объемных, именно выпуклых таких форм Потому что нам все время необходимо помнить, как рисовать шарик Как закруглить наш объект С одной стороны мы делаем блячок, с другой стороны необходимо затемнить Редактор субтитров А.Кулакова Теперь постепенно переходим на хлебушек Хлебушек у нас совсем практически не виден Но не стоит о нем забывать, о том, что у него совсем другая фактура Если авокадо у нас было гладкое, если желток был гладкий То хлебушек нам необходимо сделать с вами таким пористым Если у нас пористый такой объект, то и рисовать его необходимо Такими же как бы воздушными линиями, точечками, чтобы сразу передавать фактуру Субтитры создавал DimaTorzok В случае с хлебушком нам даже не нужно с вами растушевывать и смешивать цвета Вы просто накладываете их такими точечками И с помощью маркеров наших они очень прекрасно смешиваются сами между собой Самый светлый для хлеба я использую BR62 Он очень естественный, натуральный, красивый цвет А дальше, чтобы затемнить другую сторону, опять используем все те же цвета, которые были для косточки В моем случае это BR71, BR10 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Остались самые приятные такие моментики Сейчас мы с вами поработаем с этим красным перцем Здесь, конечно, не стоит говорить ни о какой технике Просто закрашивайте Но не стоит забывать, что у каждого этого перчика на него тоже попадает цвет И у него тоже есть тенюшка То есть не делайте их одинаковыми, а используйте как минимум два цвета Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И теперь берем в руки наши серые оттенки У нас это теплые серые оттенки GG753,2 Это мой арсенал для этого рисунка Оно может быть так много даже и не стоит использовать И теперь для белка нам нужно тоже затемнить какие-то места Опять не переутруждайтесь, не закрашивайте Все лучше оставьте бумагу и самым светлым оттенком рисуйте самые темные места Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Также теми же серыми прокладываем падающие тени Опять-таки анализируем, если у нас справа сверху падает свет То снизу слева у нас будут видны падающие тени И их очень деликатно, очень аккуратно прокладываем под предметами Не стоит забывать, что и под каждой перчинкой тоже должна быть тень Поэтому не забудьте, тогда у вас вообще такой 3D рисуночек получится Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Самое вкусное это акценты, самое интересное это белая ручка и белый пастельный карандаш я использую Добавляйте там, где хочется выделить, добавляйте там, где хочется самых ярких акцентов На косточке очень классно поработать ручкой, тогда вы смягчите этот блик, который падает на косточку И он получится такая бархатистость Плюс такой лайфхак, сначала используйте белую гелевую ручку, потом пастельный карандаш Иначе они не пишут, друг с другом не работают Субтитры создал DimaTorzok Все, наш рисунок готов Сейчас мы можем его украсить такой красивой надписью Я использую такие штампики из магазина Tiger Можно написать, у кого красивый почерк, можете прописью Я пишу штампиками, мне очень нравится Готовая иллюстрация, рисуйте вместе с нами Используйте скетчмаркерс, самые клевые маркеры Рисуйте чаще, пока-пока